Довольно редко, но все-таки бывают такие ситуации, когда Макевару МБШ закрепить некуда. Вот оказался я в таких вот скалах на берегу. Очень красивое место, очень хочется потренироваться, искал куда прикрепить Макевару. Нашел пару местечек, но они не очень удобные. То есть можно какую-то технику потренировать одну, но вокруг не походить, ничего не поделать. И что ж, и в таких ситуациях на Макеваре МБШ все равно можно заниматься. Выход всегда есть. На то она и портативная Макевара. А портативная, значит ее можно использовать везде. Ее можно везде принести, везде пронести, везде на ней потренироваться. Будем выходить из положения? Давайте покажу как. Главное, это найти такое местечко, где можно хотя бы присесть. Хоть на землю, хоть на камушек. Вытянув, как говорится, ножки. Вот. Но не протянув, да? Достаем Макевару. И вот она красавица. Все. И в принципе, смотрите, вот она готова к работе. Не обязательно ее закреплять вертикально, горизонтально. Не обязательно крепить. Ее, в принципе, можно разместить либо на земле, либо на какой-то лавке, либо просто у себя на коленях. Все. И фактически можно нарабатывать то же самое, что обычно работают в технике Годжурю. Предположим, на камне, да? Но мы помним, что камень это, в общем-то, в принципе, для мастеров и для новичков оно не особо сильно годится. Потому что руки должны быть хорошо подготовлены. Но если кто-то хочет работать и на камне, пожалуйста, работайте в верхней части Макевара. Она тут очень-очень жесткая. Поэтому никаких, собственно говоря, проблем. Кто любит камень, пожалуйста. Но упругость Макевары сохраняется и в таком, соответственно, положении. И можно отрабатывать технику шутом, да? Спокойно набивая. Помните, как в «Ну, погоди!» там заяц, да, набивал себе руки? Вот фактически, как набивают руки на портативной Макеваре. Он там на полежки набивал. А здесь это можно сделать на портативной Макеваре. Сейчас нарабатываем шуту. Можно нарабатывать тышу. Можно нарабатывать кокен и хайто и хайшу. Можно придерживать одной рукой, можно не придерживать. Можно работать поочередно двумя руками. Пожалуйста, хайд Сажали между ногами Отрабатываем хайд Без проблем В чем прелесть? Казалось бы, можно взять любую доску Так и так поработать Да не поработаете вы сильно по доске любой Для этого нужен очень высокий уровень подготовки Очень крепкие руки На такой же макеваре можно работать И ученику начинающему И продвинутому мастеру То есть всем, кто хочет, тот и может Чем больше уровень мастерства Тем, соответственно, можно бить и сильнее Но даже самый-самый выдающийся мастер по камню Никогда не будет бить со всей силы А в макевару, пожалуйста, можно бить И понимаете, у такой работы Есть своя важность и своя специфика И есть особенность На самом деле, даже если у вас есть Куда закрепить макевару Такая работа все равно важна Я сейчас объясню, почему Почему важно работать на незакрепленной макеваре Дело в том, что если вы деретесь по правилам ММА И разрешена борьба и удары в партере Находитесь ли вы на противнике Или под ним, сбоку ли от него Вы не можете реализовать силу базовой стойки То есть вы не можете применить базовые принципы Развития силы удара руками Отталкиваясь от ног Потому что у вас ноги не являются точкой контакта Как правило И поэтому вам надо противника одной рукой Или придерживать, либо не придерживать Он у вас находится подвижный, либо неподвижный Но вы можете бить его, условно говоря, только руками Базируясь на силу мышечную На силу рук На силу верхнего сплечевого пояса На ротацию верхней части тела В общем, у вас базовые принципы развития силы удара ограничены Не такие они, как если бы вы стояли в стойке И стойки били вниз, в сторону, вбок, вверх По круговой траектории Это не важно И поэтому такая работа на макеваре важна Так работать на ней можно Как на камертоне, так и на МБШ МБШ можно крутить как угодно в руках То есть, держать ее, предложить И наносить такие удары Кулаками, сбоку Перевернуть ее Носить таким образом удары Нисходящие удары кулаками наносить По ней можно Как хотите Вращать ее, как хотите Тогда вы научитесь обязательно приводить Свои ударные поверхности на мишень Из любого совершенно положения Какое бы оно ни было вообще То есть, без проблем Хотите жесткости больше Бейте по жесткой части макевары То есть, без проблем Локтями можно наносить удары сверху Круговые удары Нисходящие Как угодно А если это макевара камертон Вы ее тоже можете покрутить Можете рядом с ней лечь Наносить удары Тейшо, находясь на боку Находясь на коленях На одном колене И так далее Можно ее положить на бок По ней побить Можно положить ее вот таким образом По ней побить То есть, как угодно То есть, она может и так лежать Макевара Можно носить на себя ударную технику То есть, к себе прижали К себе ударную технику можно носить Хай-то Как угодно То есть, понимаете Разнообразие техники просто колоссальное И тогда из любых углов Из любого положения Вы можете привести ударную поверхность На мишень И попытаться нанести удар Реально сильно Понимаете? Это интересно Это интересно и полезно Потому что не всегда Вы будете драться в стойке Стоя на двух ногах Может оказаться ситуация Неподходящая для этого Ну вот А в принципе Так вот Если вы едете куда-то На машине Остановились где-то Решили потренироваться И живете в палатке Вылезли там из нее И не хотите макевару крепить куда-то Достали просто ее И базовые вещи Которые можно легко проработать На горизонтальном макеваре Работать можно Как я сказал уже Поочередно двумя руками Там одной рукой Потом просто перевернуть макевару И поработать Другой рукой Самое Первое что мы работаем Это Тэйшо Удар вниз Таким образом Тэйшо Второй вариант Шуто Наносим Шуто Наносим Хайто Хайшо Чуть-чуть на бок Макевару сделали Наносим Хайто Либо на себя Можно хайто Наносить Таким образом На себя хайто Таким образом Это удар По затылку То есть когда прижали Противника к себе Это клинч И по затылку Удар наносим Вот На этим базовые вещи Тэцуй Само собой Сам Бог вел Тэцуй Уракен Вот сколько Вообще-то моментов Очень хорошо Прорабатывать Экзотическую технику Ударов А пальцами Это кумады Например То есть Кончиками пальцев То есть как Тэйшо Одна опорная часть И еще пальцы Это удар наносится В лицо Как правило Кумады То есть Кончики пальцев Обязательно работают Можно работать Щипотю Клюв Орла Можно работать Хиракен Накадака Ипон Кен Накадака Кен То есть Короче говоря Всю кисть Спокойно Можно проработать Во всех аспектах Просто На лежачей Макивая Видите Вы работаете Абсолютно Голыми руками Работаете По жесткому Но из-за того Что Макивара Упругая Вы работаете По жесткому И в то же время По упругому Вы не калечите себе руки Вы не разбиваете Себя А удар Вы можете Бить Со всей силы Как только можете Поэтому у вас есть И поверхностная проработка И глубокая проработка Даже чем глубже Вы макивару пробиваете Тем соответственно Глубже макивара Возвращает вам Эту же силу Обратно И вы уже набиваете Не только поверхностные Какие-то Структуры Кожу Подкожную клетчатку Связки поверхностные Вырабатываете На всю толщину руки Всю толщу Рука становится Действительно Как молоток Поэтому вот Мобильная Портативная Макивара МБШ Самый лучший выбор Видите Некуда закрепить Поработали На незакрепленной Проработали Те моменты И аспекты Которые надо Прорабатывать Обязательно И которые Спокойно Можно проработать Не закрепляя Макивару Стационарно Все Занимайтесь У вас Все Получится Редактор субтитров